Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами я, Лариса Маликова, и мой канал Дивная Птица. Вот решила вам показать индюков, какие они у меня несчастные. Вот через этот забор, я даже не знаю, как через эту сетку колючую собаки пробрались. Единственное, что вот там, вот мы заложили доской, я думаю, может там, а может и перепрыгнули. А индюшки вот здесь гуляли. Досталось вот этому индюку, вот он. Да, мой хороший, да, мой хороший. Давай я тебе... Спина вся, вся порвата спина у него. Он вообще, я его долго, мы долго его искали, где он, он забился в сарае в угол там вообще. Перо было всё усеяно. Усеяно, он, ну можно сказать, что он весь лысый. Я его вот алюминиевым спреем обработала. Вообще голову, голову стоял повесивший. Я думала, весь белый стал. Я думала, что всё. Ну а сейчас уже девочками стала интересоваться. Вот, это пострадавший. Сейчас покажу, кто из девчонок пострадал. Это в попоночке просто. Индюк её порвал. Я сделала вот такую попоночку с утеплителя. Да, 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 она уже садится, моя девочка. Вот, сделала попоночку и всё хорошо. Он её топчет и никаких проблем. Вот, видите, видите, она у меня несётся. Вот, аккуратненько, вот, 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 вот. Вот вам даже в кадр, в кадр вам любовь индюков. Вот. И он ей спинку не травмирует. Потому что он её изначально, они молодые, изначально он её немножко порвал. Ну, она 100% яйцо оплод, потому что он её сейчас над ней, только с нею это самое, снимается. Вот, значит, кто пострадал ещё? Это индюшка и белая улетели. Вот, вот, крыло, вот крыло, да, моя несчастная. Висит крыло, там укусили они. Ну, я думаю, будет всё хорошо. Куда, куда, не надо выходить. Вот, уже... Ой, не знаю, мы с внучкой рыдали на весь участок. Так, вот, вот, этот тоже интересуется. Поэтому в попоночке, в такой. Вот такие вот у нас ужастики произошли. Вообще, я думала, индюк всё. Ну, а голубая индюшка, вот осталась, которая моя была, а которую я покупала осенью, она всё, умерла. Она была больше вся потрёпана. Мы, когда прибежали сюда, увидели. Одна индюшка побежала к дому. Она здесь вот, наверное, две перепрыгнули туда, ближе к пруду. Полетели. Вот, а одна побежала сюда вот. Побежала к дому, вот сюда. И мы от дома увидели, вот, что индюшка бежит, и за ней собака. Ну, и тут здесь был ужас. Ужас, короче. Соседы, конечно, собаки убежали. Убежали к соседу. Вот. Под забор спрятались. Мы пытались позвонить. Нет. Ну, я не стала, конечно. Решила, напишу письмо и брошу в ящик. Что, если приучил собаку, корми, пожалуйста. Вот он весь изодран. Ну, весь изодран. Вообще. Ну, вот, как на племя я решила. Он, я его даже пометила зелёнкой. Он, когда начинает крыть индюшку, и машет крыльями. И вот он, он и порвал вот эту вот в попоночке. И поэтому я решила, я хотела его просто взять и убрать. И так думаю, пусть остаётся вот этот вот и голубой индюк. Если что уже. Потому что он как-то, ну, не получается, чтобы он крыл хорошо индюшку. Рвёт. Вот. Поэтому я решила вот это. Да. А этот молодец. Ну, вот теперь куда? Пусть лечится. Будем его лечить. Он у нас полностью, считай, лысый. Да. Пусть его рана заживает. Да, мой мальчик. Да. Да. Вот. Вот такое горе у нас произошло. Поэтому будет одно стадо объединило. Будет одно стадо индюшек. Вот. Мы их просто любим. Ну, все любим индюшки, индюшаты вообще. Вот. Поэтому по-хорошему держать будем всё равно. Вот. Да, красавчики мои. Да. Мои хорошие. Вот такие новости. Да. На сегодняшний день об индюках. Всё. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Всем удачи. Добра. Субтитры сделал DimaTorzok